Врач-акушер-гинеколог 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 Ну, то есть очень-очень ограничено количество показаний для того, чтобы можно было прервать. Если говорить о вообще медицинских абортах, тоже даже на малых сроках мы сейчас говорим, что молодым, нерожавшим женщинам, мы очень говорим, слава Богу, что сейчас появились и такие социальные службы, которые поддерживают. Сейчас любая женская консультация, есть кабинет, в который девушка может прийти, побеседовать, где могут ей рассказать, что делать, как выйти из этой сложной ситуации, например, у нее нет брака, нет семьи, куда пойти, куда обращаться, и церковь в этом отношении помогает, и социальные службы тоже. И все же, в каком возрасте женщины сегодня делают аборты чаще всего? Ну, чаще основной процент, больше 50%, 51,5% это женщины самого репродуктивного возраста, самого желанного для акушера-гинеколога, это 20-29 лет. И вот я сказала хорошую статистику вроде бы относительно России, по Хабаровскому крайне немножечко печальнее, конечно. Если сравнивать, опять же, с тем же 2008 годом, когда у нас количество абортов вообще было больше, чем родов, да, 103 к 100, то есть было больше абортов, чем родов. Сейчас уменьшилось, но все равно по Хабаровскому краю на 100 родов приходится 75 абортов. Это очень большая цель. Как сегодня организована служба поддержки беременных женщин вот непосредственно в нашем городе? Ну, я говорю, от самого первого шага, как только женщина заподозрила, да, скажем, предположила о том, что есть у нее беременность, конечно, она сама должна решить, это все-таки право женщины, мы не отменяем полностью у нее, этого права никто не отбирает, решить, что дальше делать с этой беременностью. Она в любую женскую консультацию, я уже говорю, города Хабаровска, вообще районов в любом, так сказать, населенном пункте города Хабаровска обращается к гинекологам, да, и они уже оказывают всю поддержку, да, то есть обследование женщины на этапе беременности, да. Мы можем объяснить ей, почему это плохо делать аборт, потому что, к сожалению, в структуре материнской смертности все равно количество, 15% материнской смертности, это связано с прерыванием беременности. Мало этого, это же не только смертность, это потом отдаленные результаты. И когда мы с женщиной начинаем уже об этом беседовать, даже с молодой девушкой, нам дается, работают психологи, не только гинекологи, извините, я хочу сразу сказать, что в штате сейчас женские консультации, у нас психологи именно, которые пытаются именно психологически, ну, как-то разрешить эту проблему. Насколько большой процент женщин, вот после беседы с психологом, решать не делать? Каждая третья женщина не делает, каждая третья женщина отказывается, это достаточно высокий процент. Ну, и тем не менее, вот вы говорите, мы можем рассказать женщине о печальных последствиях, а всегда ли это происходит? Если женщина пришла уже с твердым намерением, она решилась на этот крайний шаг, рассказывают ли ей подробно о том, что ее ждет? Всегда говорим, и женщина берется согласие о том, что у нее возможны осложнения, отдаленные, ближайшие во время непосредственного аборта, да, могут быть там кровотечения, не дай бог перфорации матки, а вот и отдаленные, что может быть потом бесплодие, никакие, любая девушка, любая женщина должна знать, что даже в идеальных условиях совершенный аборт, то есть я имею в виду в условиях стационара, хорошим профессионалам, гинекологам, при отсутствии каких-то признаков воспаления, даже эта ситуация не гарантирует того, что у нее не может потом быть бесплодие. Поэтому женщина всегда к этому должна быть, ну вот, готова. Кроме бесплодия, что еще может ожидать? Это хронические воспаления, это заболевание эндометриоза, у нас есть такое очень неприятное заболевание, это и миомы, это наши опухоли, все это может стимулировать именно аборт. Ну, и еще, мне кажется, неплохо было бы об этом говорить в школах. Конечно, конечно. Нет, это уже на этапе подготовки даже к будущей жизни, это на том этапе, когда еще женщина не забеременена, об этом идет вопрос. Помимо того, что мы говорим, как плохо делать аборт, мы говорим, как хорошо пользоваться контрацепцией. Это действительно так, потому что на сегодняшний день вопрос о контрацепции позволяет нам решить не только именно репродуктивную функцию, этой функции здоровья женщины, да. Мы можем лечить с помощью контрацептивы, и вообще очень многие, например, не знают, что первая контрацептивная таблетка, она была создана не для контрацепции, она была создана для лечения нарушения менструального цикла, кровотечения, да. А вот что понимает женщина, а потом, когда стали пользоваться, то выяснилось, что оказывается контрацептивный эффект, да, и дальше все. Поэтому мы можем и лечить, и профилактировать очень много наших заболеваний. Очень, я всегда говорю, должны быть заинтересованы мужчины в контрацепции, даже гормонально для женщин, потому что это решение вопроса предминструального синдрома, то есть в доме уют, тишина, никто не ругается, никто не волнуется, поэтому даже в этом хорошо. Нина Васильевна, спасибо вам большое за интересную беседу, и всего доброго, до свидания. Всего доброго.